И на связи с подробностями глава оппозиционного Кабмина Борис Колесников. Борис Викторович, здравствуйте. Вот одна из главных озвученных вами целей это децентрализация. Какой вы ее видите? Добрый вечер. Ну, весь цивилизованный мир сегодня построен на эффективном местном самовыправлении. И прежде всего местная власть, село, район, город, область должны иметь ресурсы, и должны быть полномочия для решения проблем. Я уже говорил еще в парламенте, что Кабинет Министров, Администрация и Верховная Рада ничего, по большому счету, кроме углекислого газа, не производят. Они эффективно или неэффективно распределяют деньги, уплаченные украинским народом и украинским бизнесом в бюджет страны. Поэтому 75% полномочий и ресурсов должно быть у местного самовыправления. У власти должны быть основные функции центральной власти исполнительной. Это оборона, безусловно, это безопасность, то есть национальная криминальная полиция. Это, безусловно, Министерство иностранных дел, внешняя политика. И национальная инфраструктура, которая не под силу ни одному из регионов. Вот это основные функции центральной власти. Все остальные функции должны быть переданы на места. Мы бы досмотрели в новом проекте Конституции, который будет презентован во второй половине мая, что в парламенте, в случае таких полномочий, достаточно 75 депутатов в Нижней Палаты, которые избираются по открытым спискам. И верхняя Палата представителей гражданского общества, которые избираются по одному сенатору от миллиона избирателей. Такой механизм, по нашему мнению, очень эффективный. Все министерства, кроме тех, которые я перечислил, должны иметь 30-45 человек численности, потому что задачи, которые они решают, регуляторные, это в цивилизованном мире решают профильные ассоциации. Ихняя задача методологическое обеспечение деятельности ту или иную отрасль. И рецепты для развития нашей страны. Ну, в целом, понятно. Ситуация на Востоке и Теневой Кабмин. Какую помощь, только реальную помощь, вы можете или хотите оказать и кому? Правительству, например, или армии? Ну, оппозиция не может, не имея властных полномочий, не может оказывать помощь ни правительству, ни армии, ни мирным жителям Донбасса, из которых 4 миллиона оказались в такой ситуации. Задача оппозиционного Кабмина – давать проекты законов. Если заседание Кабмина действующего заканчивается постановлениями, то заседание оппозиционного Кабмина заканчивается законопроектами, которые позволяют решить системный кризис в нашей стране. Без мирного соглашения никакого пути у Украины больше нет. Мир, конституция как гарант мира, я хочу подчеркнуть, что в оппозиционный блок не разделяет позицию, что у Донбасса должен быть какой-то отдельный особый статус. Особый статус должен быть у всех абсолютно регионов Украины. Но если это путь к миру, то статус для Донбасса можно принять в первую очередь. И в краткосрочной перспективе принять конституцию, которая наделяет правами абсолютно все регионы Украины. Борис Васильевич, Вы сегодня сказали, что задача оппозиционного правительства не только критиковать власть, а в первую очередь разрабатывать предложения. Давайте поговорим о реформах. Ну, вот без критики мы и так видим, что с реформами у нас в стране беда. У Вас есть рецепт какой-то? Не, ну первое. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема носит системный характер уже последние 10 лет. Как представители оранжевой команды 2005 года, так и 2015-го. Никто не понимает принцип успеха цивилизованного мира. Это простота, прозрачность и прагматизм. Простота и прозрачность в управлении страной и прагматизм. Борьба с коррупцией, которая сейчас очень модно об этом говорить, не может быть без решения проблемы, когда взятку не за что дать. Именно так мир за последние 100 лет ушел от коррупции. Другого пути нет. Сколько не создавая этих артелей антикоррупционных, это будет дополнительная нагрузка на бизнес, на предпринимателей, которые будут вынуждены оплачивать, в лучшем случае официально, эти структуры. То есть рецепт в простоте и прозрачности действий власти. Это путь к успеху. Никто не будет инвестировать деньги, во-первых, пока не закончится война. То есть мир прежде всего. Конституция – это гарантия закрепления прав регионов. Это тоже развитие страны. Например, Киев. Мэр города, избранный всенародно, должен бегать по всем ветерям власти и выпрашивать назад деньги, которые Киев заработал и так на сегодняшний день. То есть не надо Киеву особой помощи. Вы оставьте то, что заработал Киев сам по себе через налог на доходы физических лиц, через все сборы. Этого вполне хватит на совсем другое развитие Киева. Это просто я привожу Киев как понятный и простой пример. А когда 50% отобрали доходов, а потом мэр города должен ходить унижаться по всем инстанциям, он не может решить проблемы киевлян и никогда их не решит. То есть в простоте управляемости и есть успех. Понятно. Спасибо вам за ответы. Зрителям напомню, что на вопросы подробности отвечал глава оппозиционного кабмина Борис Колесников.